МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Наши тесты. И сегодня речь у нас пойдет о машине, которая относится к довольно своеобразному сегменту. Там все как под копирку. У этих машин похожие характеристики, похожая конструкция, похожие двигатели, да и оснащение, в общем, не блещет особенной оригинальностью. Это компактные кроссоверы. Таким машинам не нужно быть сверхпроходимыми, ультраскоростными или вместительными, как грузовик, поэтому по большинству параметров все они крутятся вокруг неких посредненных величин. Но, по счастью, из этого правила есть исключение, и одно из них выкрасено в рыжий цвет и сейчас стоит рядом со мной. Это Субару Икс Ви. Говоря ретроспективно, модель Икс Ви вылупилась из хэтчбека Импреза, одной из версий которого она некогда была. Но примерно лет пять назад уже самостоятельная модель Икс Ви появилась сперва в виде концепта, а вскоре подоспела и серийная версия. Так что, строго говоря, эту машину было бы сложно назвать горячей новинкой, когда бы ни одно обстоятельство. Там на крышке багажника можно увидеть шильдик с надписью Active Edition, то есть у нас с вами спецверсия. Еще один любопытный момент. Уже сейчас появилась обновленная версия кроссовера Икс Ви, а эта машина, она как бы застряла посередине. То есть внешне это дорестайлинговая версия, а по технической начинке уже рестайлинговая. Кроме того, на фоне большинства конкурентов, Икс Ви выглядит таким, знаете, боевым, задорным, лихим автомобилем. И во многом это объясняется геометрией, потому что не уступая по длине и ширине другим машинам класса, Икс Ви несколько ниже. Теперь о вещах бытовых. Багажник. Знаете, если вы войдете в интернет и найдете там официальную страницу Subaru Active Edition, то, возможно, обратите внимание на одну забавную штуку. Дело в том, что грузовой отсек там показан как-то странно. На одних изображениях он снят широкоугольным объективом, который деформирует пространство, на других с какой-то странной верхней точки. Совпадение? Не думаю. Потому что там же в разделе технических характеристик указан только полный объем багажника со сложными задними сиденьями 1200 литров. Все это сделано для того, чтобы изящно обойти неприятный факт. В российской версии машины объем грузового отсека – 310 литров, и по меркам класса это действительно мало. Другое дело, что так получилось отчасти из-за вот этого подполья, где у нас живет докатка. Если заменить ее на ремкомплект, грузовой отсек наверняка стал бы существенно больше. Вот только в наших широтах лучше иметь именно докатку. И единожды в жизни, получив боковой порез одного из колес, понимаешь, это раз и навсегда. Впрочем, задние сиденья действительно складываются очень удобно, причем по частям в соотношении 40-60. На заднем диване – без откровений. Двое устроятся, второем будет не слишком комфортно. Если посмотреть на машину в профиль, можно заметить еще одну важную вещь. У нее наиполнейший порядок с геометрической проходимостью. Угол въезда довольно приличный, передний свес относительно небольшой. Задний бампер вообще очень короткий, высокий, выглядит залихватски. Зацепить им за что-нибудь на бездорожье не так-то уж и просто. Но самое главное – это дорожный просвет. Потому что те 22 см, что отделяют нищие XV от земли, это если и не рекорд класса, то близко к тому. Ну а теперь святая святых. Подкапотное пространство. Тут у нас, конечно, царство Субару. Уникальная вещь. Вдумайтесь, это единственный в мире, единственный на земле компактный кроссовер с оппозитным двигателем. Даже у Porsche нет ничего подобного. А сегодня это такая большая редкость. Единственный в своем роде автомобиль. Тем временем, объем мотора 2 литра, мощность 150 лошадиных сил. И эти числа уже не так будоражат воображение. Крутящий момент, кстати, почти две сотни ньютон-метров. Позади двигателя установлена бесступенчатая трансмиссия линии Атроника. И с ней машина разгоняется до сотни за 10,7 секунды. Честно говоря, эта величина тоже кровь не будоражит. Чемпионат мира по драгрейсингу не выиграешь. Но не все в этом мире измеряется. Все в этом мире. Ну а теперь давайте все-таки заглянем внутрь. В чем же выразилось мастерство тех людей, которые создавали нам специальную версию? Искусство, которое они тут применили, это вышивка. Вот они, надписи XV на подголовниках. Это резьба по пластику, внешне напоминающему карбон. Это кузнечное дело. Там вот такие полированные металлические накладки на педалях. Что касается такой вот рыжей прострочки, то она будет во всех обновленных кроссоверах XV. Так что это не эксклюзив. Верхняя часть передней панели отделана материалом на ощупь немного напоминающим резину. В остальном пластик довольно простецкий, да и дизайн лишен каких-то неординарных решений. Все это, впрочем, в традициях марки. Хотя есть и исключения. Скажем, здесь новая, вполне приличная мультимедийная система с хорошей графикой, довольно крупным монитором. Спасибо тебе, Субару, за нее большое. Прежде здесь стояли жуткие аппараты с графикой, как у калькулятора. Но это не единственный экран. Есть и второй, чуть повыше. Он для технической информации. Можно посмотреть на расход топлива, выраженный в диаграммах, или на тонкости работы полноприводной трансмиссии. Есть и странные вещи, как, скажем, степень нажатия педали газа. Зачем эта информация водителю кроссовера? Ну, можно списать на имидж. Еще один экранчик, кстати, цветной на приборной панели. Но не обошлось без экономии на спичках. Скажем, на блоке управления стеклоподъемниками подсвечена только одна кнопка. Регулятор громкости мультимедийной системы приходится искать на ощупь. А еще автоматический режим стеклоподъемников есть только на водительском окне. А еще камера заднего вида не рисует предполагаемую траекторию. А еще в нашей машине не было парктроников. А еще электрические регулировки есть только на водительском сидении, а у переднего пассажира механические. И будь этот список покороче, можно было бы счесть его придирками. Но отчего-то эта скромность по части оснащения куда-то девается, когда дело доходит до цены автомобиля. Впрочем, о ней позже. Что касается ощущения отъезда, то здесь тоже чувствуется почерк Subaru. В трансмиссии нет специального спортивного режима, но он по большому счету и не нужен, потому что даже обычный драйв ведет себя довольно задиристо. Но при желании можно перейти на ручное управление и пощелкать подрулевыми лепестками. Они переключают, скажем так, виртуальные передачи, потому что тут у нас вариатор и настоящих передач нет. Отклик на педаль газа достаточно острый и что радует еще и быстрый. А вариатор настроен очень правильно, поэтому мотор все время держится в тонусе и машина буквально следует за педалью газа. Мы помним, что разгон до 100 км в час проходит довольно неторопливо, но на небольших, на городских скоростях этого не чувствуется. Машина резвая, очень даже резвая. Разумеется, на трассе ее пыл несколько затухает, но все равно медленным этот кроссовер не назовет. Еще одно отличие Active Edition от дорестайлинговой версии – улучшенная шумоизоляция. Не сказать, что салон превратился в студию звукозаписи, но все же стало комфортнее. Что касается расхода топлива, то у нас он составлял 10-12 литров на сотню и ниже не опускался. Хотя, если верить данным производителя, больше 10 литров XV расходует только в городе, а в смешанном цикле машина должна бы обходиться примерно 8 литрами бензина. Одним словом, расход выше заявленного, но в рамках разумного. Здесь, конечно же, полный привод, происхождение обязывает. Но не будем забывать о том, что в коллекции Subaru есть несколько систем полного привода. И, скажем, на машинах с механикой используется одна схема, а на версии с вариатором другая. В нашем случае это Active Factor in Torque, то есть активное распределение крутящего момента. На практике это означает, что задняя ось подключается через электронную управляемую муфту. Казалось бы, как на многих кроссоверах, но если обычно машины такого класса стараются до последнего оставаться переднеприводными и тревожат задние колеса только в случае острой необходимости, то в Subaru полный привод постоянный. 60% крутящего момента отправляется на переднюю ось, остальные 40% на заднюю в нормальных дорожных условиях. Разумеется, в случае пробуксовки это соотношение может меняться. Еще одно фирменное блюдо Subaru – это подрезка. Машина хорошо стоит на дороге, не кренится в поворотах. За это надо сказать спасибо низкому центру тяжести, а спасибо за низкий центр тяжести передать оппозитному мотору. Но это все семечки на самом деле, потому что самое главное – это то, как автомобиль ведет себя за пределом асфальтовых трасс. На самом деле не так уж много в этом классе машин, на которых можно лихо дубасить по грунтовке. Подвеска очень энергоемкая, подвеска сглаживает рельеф. На этой машине хочется ехать и ехать в удовольствие. Там, где на других кроссоверах вы бы еле ползли и постоянно сканировали взглядом дорогу. Чего греха таить, имидж Subaru со временем меняется. Весь этот фирменный синий цвет с золотыми звездами понемногу покрывается слоем пыли и потиное изобрения, но именно за пределами обычных асфальтированных дорог до сих пор чувствуется, казалось бы, с лучшей роли и реагены. А это дорогого стоит. А уж если на укатанном снегу или льду отключить страхующую электронику, то XV охотно поедет боком, спасибо постоянному полному приводу. Контроль над автомобилем сохраняешь без труда, интуитивно. Вот она генетика. А еще в этом можно увидеть доверие разработчиков к потенциальным покупателям, которые проявляют себя как раз в таких вот мелочах. Электроника, конечно, чувствует пробуксовку, мигает лампочками на приборной панели, но не мешает водителю ехать так, как ему хочется. До критических ситуаций мы дело не доводили, но небольшой занос вполне допустим и даже в чем-то одобряем. Это же Subaru. И как-то даже совсем не хочется возвращаться со льда на проселочную дорожку общего пользования. Подвести итог в данном случае довольно просто. Главный минус – откровенно бедное по сегодняшним временам электронное оснащение. Ключевые достоинства – хорошая геометрическая проходимость, энергоемкая выносливая подвеска и, конечно, постоянный полный привод. Есть, впрочем, еще один важный фактор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы снимали эту программу, только появились новые цены на суперседан Subaru WRX STI. Ну, WRX STI, проще говоря. Теперь за эту машину японцы хотят, представьте себе, 4 миллиона рублей. То есть такие деньги, за которые, опять же, сегодня можно купить Porsche Cayman, еще останется на Lada Vesta. И в этом контексте не вызывает удивления, что с таким вот замечательным рыжим кроссовером Subaru XV Active Edition японская компания готова расстаться только в обмен на 1 миллион 700 тысяч рублей. Убедительная величина, потому что, если мы сравним машину с другими похожими полноприводными кроссоверами примерно такой же мощности, то окажется, что Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai можно купить дешевле. Да и Mazda UCX-5 можно купить дешевле, хотя, в принципе, Mazda тоже никогда не славилась особенно уж гуманными ценниками. Вот такая получается непростая арифметика. Ну, а я на этом прощаюсь. С вами была программа «Наши тесты». Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok